друзья привет сегодня прям каскад таких новостей точнее новостей а страхов по поводу фондового рынка первый страх это заявление представитель цб по поводу весьма вероятного повышения ставки на следующем заседании все полили потом еще в ходе финансового конгресса было заявление про вероятность делистинга крупных компаний и полили полили жестко ну что сказать ничего сверхъестественного не случилось ставку бывает повышает бывает понижают будет понижение ставки рынок пойдет с большой вероятностью пойдет вверх будет повышение ставки пойдет вниз ну ну хорошо даже если повысит отлично будем закупаться единственно что сейчас очень такие нервы оголенные у рынка у инвесторов которые уже там как допустим с самой пандемии так никак не могут увидеть даже раньше на кто там пришел в двадцатом году на рынок рынок сейчас на уровне двадцатого года никак не могут многие увидеть прибыль потому что не покупают не продают а по заветам урана бафта покупают и типа купи и держи сколько нужно лет чтобы удостоверились что это не так эффективно как активная работа с портфелем растет продаешь пух падает покупаешь ну и естественно нормальные компании в которых ты уверен уверен это не стопроцентно вероятности стопроцент вероятности не бывает вероятность может лишь стремиться к 100 процентам либо стремиться к нулю процентам это значит вероятность роста бизнеса компании исходя из определенных показателей и динамики и развития разбиваешь портфель там грубо говоря на несколько частей там этому столько-то отдаешь этому столько-то это столько-то разным компаниям по-разному вот и как бы особо не паришься то что там допустим вот допустим мой портфель падает ну он падает а там очень много компаний и в принципе вечно рынок не может падать ну это но это невозможно ну реально него невозможно вероятность вероятность этого стремится к нулю вот поэтому на отскоках продаем сейчас объем закупок чуть-чуть снизил да ну как чуть-чуть но сильно так закупил там был в марже допустим если вчера если вчера я был в марже на сколько на 35 процентов сегодня на 39 вот на 4 процента в портфеле сегодня закупился ну много ли это или мало ни много ни мало да при такой просадке посмотрим ну большим объемом пока не закупаюсь пусть это все утрясется очередная волна страха спадет и будет видно тем более я уже маржа уже на тридцать девять процентов многовато то что занимаешь платить надо все-таки конечно у меня есть такая тема что когда допустим я наверху вы видели да у меня кэш в виме лишний кэш виме и это как бы не учитываю как за прибыль он капает капает это у меня на грубо говоря окупает мои комиссии и маржу да когда рынок внизу я грубо говоря плачу за маржу ну то то на то и бьется но главное сильно в маржу не заходить долго в ней не сидеть чтобы билось вот ну давайте к вашим вопросам а чё сегодня сегодня так потихонечку там тмнк подкупил и там некоторых других компаний давайте вашим вопросом при этом том что думаешь по поводу global транс упал сильно стоит ли покупать если шанс на дивы смотрите рынок слаб рынок слаб в такие моменты я лично бы не стал покупать солнце светит одиночки вода в такие моменты я бы не стал покупать слабенькие компании относительно ликвидности да потому что они очень сильно могут просесть вот у меня в портфеле много компаний роста которые сильно гуляют а если взять еще там не ожидаешь вон то зачем вам нужен ну на росте рынка они да хорошо дают на падение рынка они могут в такое днище упасть этого их не рассматриваю все еще про здрасте как вы оптимизируете налоги да никак не оптимизирую получу 13 процентов с прибыли еще это знать есть такое под оптимизации многие воспринимают что в конце года они продают типа специально в минус чтобы не чтобы снизить налогооблагаемую базу ну друзья мы в чем смысл а потом откупают но потом ты грубо говоря что если ты был минус 10 процентов до по позиции и ты в конце года ее продал чтобы снизить налогооблагаемую базу то в следующем году чтобы сделать плюс 10 процентов ты она должна показать плюс 20 процентов чтобы купить те минус 10 процентов и в итоге налога заплатишь больше кто там так не заплатил там больше запачка какая разница суета беспонтовая поэтому не как работаю просто и работаю что думаете о вчерашней просадки меч его до помещу история то не неизменно мечил это я уже писал в телеграме да по поводу меч его и говорил там кто вот недавно буквально на ю тубе смотрят ссылка на телеграм будет описание почитайте мечил это исключение из правил моего портфеля то есть у меня есть компании фундаментально крепкие компании до по соотношению своих активов денежных потоков капитализации да и системообразующие свои отрасли есть компании рост который имеет кратный потенциал развития бизнеса мечил не то ни другое мечил это баловство то есть это игрушка по сути дела если вот без баловства я бы и не брал но толпа ее любит и но толпа понимаете не молодые то есть молодые инвесторы не там профессионалы да не там и не довольно таки опытные довольно таки опытные ее и рассматривают как спекуляцию погонять туда-сюда в обе стороны молодые что-то ведутся на какую-то я не знаю сказки поэтому мечи лучше закупают но молодые они перебываются очень быстро у них нервов не хватает и мечил это ну болтанка болтанка это не компания роста это не это не там мощный гигант по по крепости бизнеса да по устойчивости это болтанка я просто и играю с этим мечом поэтому она очень сильно может вверх очень сильно может вниз и ну так не знаю если вы не специально спекуляцию взяли и умеете спекулировать если вы в долгую там покупайте мечом но чем обосновано ваше решение пару слов про селегдар а то уже начинается паника а вот почему начинается паника почему начинается паника паника может начаться в том случае если вас сильно беспокоит падение селегдара если он сильно влияет на ваш портфель ну то есть он не может сильно влиять на ваш портфель если вы его много не берете вопрос на фига вы его много взяли основа основа инвестиций это риск мы же мента основа это это фундамент вы чё видите что я вот я допустим очень люблю афк-систему да мне очень нравится там компания astra допустим есть мосбиржа мне очень нравится компания но есть прям любимчикам не вы увидите что я их много беру даже этих любимчиков потому что любая компания может свалиться любая вам пример газпром газпром он был фаворитом на протяжении многих-многих лет он был локомотивом нашего вместе со сбербанком они были два локомотива нашего фондового рынка и люди годами в него инвестировали пили дефирамбы ему и так далее посмотрите что с ним стало посмотрите он никому не нужен болтается ни туда ни сюда если уж с газпром такое случилось то что говорить о селегдаре это по поводу риск менеджмента а по поводу того инвестирую лет да да с удовольствием с удовольствием конечно вы чё у нас еще много компаний золотодобытчиков полюс селегдар юг к если брать нормальные крепкие компании с российской юридикции основной либо маленькая маленькая маленькие компании которые не входят в список моих интересах либо с иностранной юридикции а золото это должно быть в портфеле золото или акции золотодобытчиков компании золото отрастает и они отрастают ну как правило конечно ну чё там золото на корректе чуть-чуть пошло чуть-чуть и эти полились чем что такого сверхъестественного задавайте вопросы получайте ответы всем пока